Я даже не нюхала. Нет, ты должна это слезать. Да? Говорят, что ты недавно купила у них помаду, попользовалась ей, и она тебе не нравится. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового. И сегодня возвращение нашей легендарной рубрики «Угадай или...» Кстати, это Вика Близ. Поздоровайтесь с ней. Я сегодня буду угадывать свою косметику. Она на моем канале первый раз, поэтому она абсолютно не знает, чего ожидать от этого контента, от съемки, и она уже скрывается и переживает. Какие будут задания? Вика принесла свою косметику, которой у нее не так много, потому что она не бьюти-блогер. И если она свою косметику сейчас не сможет угадать, мы будем ее уничтожать очень извращенными и изощренными методами. Кстати, подпишитесь на оба канала Вики. У нее есть канал MyPack. Они снимают очень крутые скетчи. И на канал Вики, где она снимает свой бьюти-контент. Ты готова начинать? Да? Нет. Так скетчер. Федруша! Нет, я не могу! Я не буду! Я не могу! Я боюсь! В первом раунде у нас участвуют бронзеры. Это мой бронзер. Это бронзер Вики, который, между прочим, туфейст. Не понимаю людей, которые приносят сюда дорогую косметику. Вы не обучаемые. Ты смотрела мои другие видео? Да, сегодня в такси. Понятно, было слишком поздно. Я просто не думала, что там уничтожение. Я предполагала, что там. И палетка моя, которая от Benefit. Пришлось использовать именно ее, потому что у Вики бронзер достаточно специфичного оттенка и других вариантов у меня не было. Поэтому, в общем-то, в этом раунде на кону и моя дорогая косметика в том числе. По сюжету сейчас ты или угадываешь свою косметику и забираешь мою, или не угадываешь свою косметику. И в таком случае мы ее уничтожаем. Мне кажется, я сейчас просто нанюхаю своего бронзера и твоих тоже. И у меня засорятся легкие. Я помню, что вы просили меня не давать моим новым гостям нюхать свою косметику. Поэтому в этом раунде ты не можешь нюхать свой бронзер, который я знаю, что пахнет персиком. Так, не интересно. Именно по запаху я могу все определить. Не можешь. В общем, в принципе, мне кажется, вот этот цвет похож на мой бронзер. Но там их вроде бы было четыре. Поэтому как бы сложно определить. Но вот здесь есть такие красненькие вкрапления. А у меня как раз таки в бронзере есть вот этот вот розовый цвет. Короче, румяна. Точно нет, он слишком какой-то темный. Хотя вот этот по цвету похож вот к этому. Я думаю, что это мое. А-а-а-а! Я понюхала! Я угадала. А ты сама-то не путаешься? Что? А-а-а! У-у-у! Я угадала. Я даже не нюхала. Молодец! Молодец! Достижение! В следующем раунде участвуют три пудры. Пудра Vivienne Sabo. Моя пудра Too Faced. Просто потому, что у меня не было другой рассыпчатой пудры. И моя пудра Huda Beauty. И как вы понимаете, я совсем не хочу их лишиться. Я не хочу их лишиться. А Huda Beauty как-нибудь пахнет? Кстати, она пахнет. Ммм, духами. Цвета, цвета, цвета. Нет, 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 не подглядывай. Ну, посмотрите, она такая, она подглядывает. Не подглядывай. Вот так смотри на них. Мне кажется, я уже поняла. Пудра номер два и пудра номер три. Да, ты поняла? Они все разные. Они все абсолютно одинаково выглядят. Как ты можешь что-то понять? Вот этот цвет же другой. Это такой, знаешь, более холодный в песочнице. Вот это вот такой более розовый. А это розовый с коричневым. Ты считаешь меня читером? Но я еще пока не угадала. Кто вот сюда пришел? Beauty-блогер. Я бы не угадала, честно. Но я, наверное, не очень. Но я не угадала пока. Я пока думаю. Где цвет вообще нигде, Ася? Посмотрите, она читерит прямо-прямо в кадре, когда сижу я. Она обратно берет и сижу на трезон. А как иначе? Так я это от нее убираю. Вот, это вот она. Это она. А ты где-то... Ну, а как ты знаешь? Я не могу сказать тебе полезно. Нет, не по цвету, я не могу тебе сказать. Вот, это вот это. Наверую. У меня теперь все руки у пудри. А, это твоя проблема, да? А, ты... Спасибо. Смотрите, сколько я уже заработала. Раунд номер три. И Вика пока идет слишком хорошо. Возможно, это место деструктивно влияет на меня, потому что стилька меня здесь тоже унизила просто на раз-два-три. Значит, сейчас у нас на кону три помады. Помада от Фаберлих. Викина. Помада Мэйбелин. Моя. И внезапно помада от NYX, которая тоже моя. На кону три помады. И вот, что с этими помадами случилось. Они померли. Вот. Все. Кончина пришла. Вот, ну, короче, окей. Ладно. Вот что-то вот из этих. Вот. Теперь надо понять, короче, какой где подтон, потому что я вообще что-то не соображаю. У-у-у. Смотри, а вот этот розовый. А может, у меня просто вилка была грязная, которой я это делаю, поэтому... А, ты что, свеклу вилла? Нет. Это был винегрет. А, там же есть свекла. Смотри, вот. Господи, вот это вот свекла. Ой. Почему я сказала, что это свекла? Я хотела сказать, что вот это какой-то больше свекольный цвет. А вот это как будто бы помидор. Почему тебе так весело? Тебе должно быть грустно. Ты должна быть в отчаянии. Это я просто в шоке, понимаешь? Мне жалко так сильно свою помаду, что мне стало смешно. А-а. Ты понимаешь, какая грусть, тоска печаль? Истерический смех. Сможет ли Вика определить из этих двух помад свою? Ты можешь что хочешь сделать из этой помады? Хочешь нанести на губы? Хочешь сделать себе сводчи? Ты можешь делать все, что тебе угодно. Так, ладно, давай вот так сделаем. Ну, примерно цвет я понимаю. Это, короче, вот этот вот тепленький, который был. А это розенький. О-о-о-о. Скорее, это будет вот это. Ну, это неправильный ответ, что ли? Ты хочешь сказать, что я не так интенсивно свои красила губы, поэтому она не так ярко красила? Я вообще ничего пока не говорю и не хочу сказать. Кроме того, что коробочка тебя ждет. Мы будем уничтожать косметику Вики. Ну, одна помада, конечно, сегодня. Ну, знаешь ли, у нас впереди много предстоит. Так как Вика проиграла, сейчас она будет вытаскивать бумажку. На каждой из этих бумажек написаны разные наказания. Но есть не только наказание, а также спасительная, так сказать, шлюпка. Но вообще так нельзя было сказать, потому что это бред какой-то. Тем не менее, Вика, сейчас тебе предстоит решить судьбу своей помады. Возможно, ты ее спасешь. Надеюсь, мне попадется какое-нибудь легкое задание. Ой, он прям будет. Возврат, обмен? Чего? Это лучшее задание отсюда! Это лучшее задание отсюда! Это лучшее задание! Что это значит? Это что, видео или что это? Я не понимаю. Это хуже. Правило таково. И сейчас ты звонишь в любой косметический магазин. Абсолютно в любой косметический магазин, который захочешь. Говоришь, что ты недавно купила у них помаду, попользовалась ей, и она тебе не нравится. И как устроить возврат, обмен? И как я его устраиваю? Мне же ничего, я все равно возврат, обмен не сделаю. В России нельзя делать возврат, обмен косметики. В этом и смысл. Тебе просто придется очень настойчиво пытаться... Ольга, я пять минут даже с ними буду спорить. Блин, как ты вообще-то генерируешь, а? Теперь уже не так весело вообще, блин. Итак, мы звоним. Так, че я обмениваю? Помаду? Помаду. Ты купила у них помаду? С кого зависывается? Алло, здравствуйте. Я вот у вас недавно купила духи, и мне кажется, что они у вас не оригинальные. Я хочу их обменять, ну как бы, либо сделать возврат. Мы направим ваши контактные данные сан-супермаркет, сан-свежий с менеджером, или подробно вас сориентировать по данному вопросу. Спросите, пожалуйста, сколько в Купанклорете приобретали? А, в Москве. Я хочу сейчас это сделать, потому что я как бы уже рядом с магазином. Вы можете обратиться в сан-супермаркет на приказ, сан-свежий с менеджером, или подробно вас сориентировать по вашим вопросам. Это все решается в индивидуальном порядке. А, там никого нету, поэтому я звоню вам. А, в каком-то супермаркете находитесь? А, фимо. В каком-то супермаркете. А, фимо. Вы можете обратиться к любому свободному специалисту, в эквале, который он сориентирован, чтобы пригласили менеджера в супермаркет. А, вы этот вопрос не можете решить? Ну, общая линия горячая, к сожалению. А, для чего тогда вас создали? Мы, к сожалению, не находимся в самом супермаркете, и за 10 супермаркетов не можем вам ответить. Мы можем только сейчас направить ваши контактные данные, обработать для ябку, сан-свежий, и более подробно вас сориентируют. Раз вы находитесь сейчас в самом супермаркете, вы можете придеться к любому свободному специалисту. Хорошо, спасибо. Я уже понимаю, что как бы, ну, нечего говорить, понятно, надо идти в мой газ. Да, блин, на чем я делаю? Какую дичь мне еще сказать. Это было, мне кажется, не так страшно, чем если бы мне пришлось бы, я не знаю, что-нибудь там волосы отрезать или лицом мазать чем-то. Что ж, помада теперь моя, которая уже все... Не спрашивай, зачем она мне нужна, но она теперь моя. Следующий этап – хайлайтеры. И тут Вика опять допустила великую обложность, потому что хайлайтер у нее от Марк Джейкобс. Сколько стоит этот хайлайтер? Это подарок Дениса. Это был подарок Дениса. Хайлайтерник и хайлайтер от... хайлайтер от Revolution. Так, Вика, Вика, я убираю это от тебя, ты не будешь смотреть сейчас. Ничего. Не смотреть, не нюхать ничего нельзя, ну уж так нечестно. Определяй свой хайлайтер. Это мой. По цвету. Да, это мой, и он еще пахнет такой травкой. Травкой, ну какими-то травами, да. Ну хоть травой, с сеном непонятно чем пахнет. Но невкусным сеном и невкусной травой. Я люблю запах травы. Ну я тоже. Ну в общем-то я угадала. Просто уходи. Я спасла свой хайлайтер. Просто уходи. Он так классный, блин. Я же сейчас уйду. Тени для Вика. Вика принесла вот такую вот палетку. Моя палетка из обзора косметики Disney. И моя палетка из обзора на косметику из Галамарта. Ее было не жалко, поэтому если Вика сейчас не выиграет, то она заберет очень ценную палетку от Disney, потому что ее просто уже не купить. И совершенно бесценную косметику от Галамарта. Ладно, короче, я поняла. А как мне определять? Я от тебя это убираю. Мой хитрый головастик. Головастик. Блин. Я не думала, что это окажется так. Нет, это все-таки вот этот. Он такой более фиолетовый. Этот синий. А здесь блестки есть у обоих. А у этого третьего нет. Короче, ладно, это будет фиолетовый. Я думаю, что фиолетовый. То есть ты думаешь, что вот эта твоя косметика? Да, вот эта фиолетовая. Ну что, что? Ты серьезно? Ты меня обманываешь? Вот давай сравним. Это он. Давай. Давай сравним. Это он. Вот он. Это не он. Вот это он. Просто смирись, что это он. Да ты прыгать должна. Измени. Вот реально. Я уже... Да, да, молодец. Это, конечно же, он. Да, да, он. Безусловно, он. Да. На тебе коробку твою круглую. Да почему? Бригадир. Шо это? В самом начале, когда бихотоклик пришла, она спросила, что за хрень за шлем лежит на входе. Короче, по заданию бригадира ты одеваешь каску, но в данном случае шлем, потому что каску бы не нашли. Ты вооружаешься молотками и начинаешь работать над своей косметикой. То есть уничтожать ее молотком. Я просто думала, что твое тоже надо уничтожать. Нет, мое, нет, мое остается со мной. Уничтожаем только твое. Ничего себе ты придумала новые правила. Я не угадываю свою косметику, я буду утопать, а твое захвачу с собой на дно. Итак, ты сегодня бригадир, поэтому ты должна будешь надеть строительную каску. На самом деле у нас не было строительной, была только мотоциклетная, поэтому надевай каску. Бери молоток, садись и бей, бей свою палетку, бей. Мне жалко, даже если бы она была не моим, мне было бы ее очень жалко, да? Смотри, какая защитная пленочка хорошая. Главное, что ты ничего. Ой. Некоторые даже, смотри, сохранились. Нет, ну реально очень жалко, конечно. Смотрите, некоторые кусочки сохранились. Ой, смотри, я думала, это находится в этом. В контейнере оно вообще просто без ничего. Файнал раунд. В этом раунде будут на кону крема. Бьюти-бомб, милая пандочка, которую принесла Вика. Мой розовый крем. Не помню от какого бренда, но он хороший, потому что он из Англии. И вот такой вот интересный крем, который я даже не знаю, что это за крем, но он здесь стоит. Вика не может открывать мои кремы. Она не может ничего делать. Она может только взять вот эти вот три тубочки и попытаться определить, где же ее взять. Да как я должна определиться, что я не пользуюсь, ничего не зато. Вика, не люкай. Можно мне чем-нибудь вытереть? Нет, ты должна это слезать. Ага. А это уже другой контент. Это мне кажется. Стой, такой запах странный. Он такой густой прям. Блин, я поняла, какой крем, и теперь перепуталась. Нет, что бы. Я думаю, что это он. Он не так резко пахнет, потому что вот это вот с каким-то роз, короче, с розой. Вот такой специфичный запах обычно с розами бывает. А вот здесь есть фолиевая кислота. Здесь пахнет кислотами и какими-то фруктами. А здесь есть вот миндалья вот эта. И я думаю, что это он. Ты была совершенно права, когда сказала, что этот, этот. Но я перепутала эти, да? Так это... Заметь, ты это сама сказала. Я этого не говорила, я этого не говорила. Да что такое? Ты меня опять обманываешь. Глори-мешок. Ты вытянула Глори-мешок. Да что с тобой не так, женщина? Да что это? Почему ты вообще пришла сюда? Все у меня обворовала. Еще и Глори-мешок вытащила. Это Глори-мешок. А что это? Глори-мешок это тайный мешок. Куда ты засовываешь свою руку, потому что это Глори-мешок. А вдруг ты там что-то плохое положила? И вытягиваешь оттуда что-то. Да, там есть и плохое, и хорошее. Но в последнем раунде ты выиграла Глори-мешок. Так что засовывай свою руку и не глядя тащи, сколько сможешь вытащить. А, то есть можно... Сколько хочешь. Что это? Это еще один мешок. Это еще один мешок. Так, это... Это всякие тестеры. Тестеры очень. Помада. Кучечка. Альфа-флот, кстати. У меня нет слов, чтобы описать. Ты, ты просто почти все у меня забрала. Так еще и Глори-мешок вытащил. Глори-мешок, это же вообще... А кто-нибудь знал про твой Глори-мешок? Телек тоже вытащил Глори-мешок. Хоть мне говорю, что вы вот в этой одной локации что-то как-то слишком хорошо друг к другу заходите. Следующее видео мы должны снимать втроем. В общем, Глори-мешок или не Глори-мешок, тем не менее. Спасибо большое, что пришла ко мне на канал. У меня для тебя вот такой вот подарок. Здесь много косметики. Так что пользуйтесь на здоровье. И еще раз большое тебе спасибо. Обязательно напишите в комментариях, какого еще блогера вы бы хотели пригласить в эту рубрику. И да, пишите ваши идеи, как мы можем уничтожать очень-очень странным образом косметику и какие наказания мы можем придумывать. Потому что нам нужно знать много классных вариантов. И именно ваше задание мы будем использовать над следующим гостем. Обязательно подписывайтесь на Вику, ставьте лайки. И всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Мы твою косметику уничтожаем. Переехать машиной. Эльзис, слезы свои горечи протру, пожалуйста. Я чувствую к концу этого видео, ты будешь плакать.